Коллеги, доброе утро. В Москве 11.00. Начинаем сегодняшнее мероприятие. С вами главный специалист коммерческого отдела компании «Факторгрупп» Донской Дмитрий. Сегодня мы продолжаем серию вебинаров, посвященных системе резервного копирования и восстановления данных Айшу из Китайской Народной Республики. Напомню, «Факторгрупп» является официальным дистрибьютором компании Айшу в России и странах СМГ, а также Центром Компетенции и Технической Поддержки Айшу в нашем регионе. Вебинар пройдет на русском языке. Все, кто зарегистрировался, обязательно получат ссылку на запись после завершения мероприятия. Вначале мы сделаем краткий обзор по системе Айшу. Дальше уже эксперты наши перейдут к заявленной сегодня теме, расскажут про резервное копирование файлов операционной системы Astra Linux. После презентационной части будет демо, и, как всегда, сессия вопросов-ответов. Будет возможность задать ваши вопросы голосом, пока микрофоны ваши будут отключены. Если вопросы возникают, вы можете прямо в чате фиксировать уже сейчас, в процессе вебинара. Мы постараемся на них отвечать по ходу мероприятия, либо вернемся к ним после демо. Мы рассчитываем ложиться на один час. Итак, я представляю своих коллег Александра Попова, руководителя технического отдела «Факторгрупп», и Дмитрия Гончарова, ведущего специалиста технического отдела. Дмитрий, тебе слово. Добрый день, коллеги. Так, сейчас запущу демонстрацию экрана. Скажите, видно, да? Да. Всем добрый день еще раз. Сегодня, как уже говорилось, мы продолжаем серию вебинаров по решениям в области информационных технологий, также информационной безопасности. В частности, сегодня вебинар будет посвящен решению в области резервного копирования и восстановления данных Айшу и Небэкап. План мероприятия будет построен следующим образом. Сначала мы пройдем по основному функционалу системы, а потом перейдем к демонстрации. На демонстрации покажем, как осуществляется файловый бэкап в операционной системе Астролинукс. Итак, начнем. Коротко о нас, о компании Factor Group. Мы являемся дистрибьютором решений в области информационных технологий и информационной безопасности. В частности, также являемся дистрибьютором решений компании Айшу. Мы консультируем заказчиков и партнеров по вопросам эксплуатации решений и их внедрения. Являемся центром компетенции на русском языке. Также оказываем поддержку на русском языке в форматах 8 на 5 и 24 на 7. Теперь перейдем к компании Айшу. Компания Айшу была основана в 2006 году. Она является не новой на рынке СРК. За это время стала лидером на азиатском рынке. Также фигурирует в подсчетах Гартнер, IDC по этому региону. В компании насчитывается уже порядка 2000 сотрудников. Работает она более чем в 50 странах и заботится о сохранности данных для более чем 27 тысяч заказчиков. Айшу имеет тесные технологические партнерства, в том числе с ушедшими с рынка вендорами, например, с SAP и Microsoft, что позволяет тесно интегрироваться с совершениями этих компаний. В компании насчитывается более 900 разработчиков и насчитывается 6 центров разработки. За все время существования компании было запатентовано более 300 патентов. Айшу и не бэкап является решением, в котором все включено для создания резервных копий и восстановления, для репликации данных на удаленную площадку, архивирования и долговременного хранения. С одной стороны, у нас есть различные бизнес-системы, и здесь важна интеграция, ведь у каждой компании есть нечто свое, что они используют в продуктиве, которое является довольно уникальным на рынке. Соответственно, данные забираются и могут храниться в блочных и файловых хранилищах, объектных хранилищах или архивироваться на ленточные накопители и Blu-ray диски. Восстанавливать данные мы можем на ту же инфраструктуру или на другую площадку. Теперь поговорим об архитектуре решения. В архитектуре Айшу и не бэкап можно выделить Storage ноды и Compute ноды. Оба типа нод являются распределенными. Storage, в свою очередь, разделяется на Backup Storage Service и Distributed Storage Service, который может содержать распределенный SSD кэш и распределенные HDD диски. Когда мы резервируем большой объем данных, этот поток может распределяться и распараллеливаться от разных клиентов в сторону хранилища системы резервного копирования, чтобы повысить эффективность и количество одновременных выполняемых задач резервного копирования. Теперь поговорим о дедупликации. Из отличий по функционалу дедупликации в Айшу, у Айшу дедупликация глобальная и локальная на клиенте источники. Дедупликация на клиенте может значительно снизить объем передаваемых данных, сохранив пропускную способность сети или стоимость передаваемых данных. Поскольку данные дедуплицированы и не передаются многократно, соответственно, нагрузку на клиент, которая зависит от выбранных параметров задачи, можно ограничивать. Глобальная дедупликация, в свою очередь, снижает объем хранилища. Блок данных для дедупликации является переменной в зависимости от источника. Для баз данных он может быть от 64 килобайт до 128 килобайт. Для сред виртуализации – 512 килобайт. Коэффициент дедупликации, безусловно, зависит непосредственно от типа данных, но, в свою очередь, может достигать и более 95%. iShape поддерживает различные стратегии резервного копирования. Например, Full Plus Incremental, когда полная копия создается периодически, а между ними инкрементные бэкапы с измененными данными. Также есть вариант Incremental Forever Backup. В нем создается полная копия один раз, далее от клиента мы получаем только инкрементные бэкапы. Интересная особенность – каждый раз, когда мы получаем инкрементный бэкап, будет всегда автоматически создаваться виртуальная полная копия. Тем самым повышается скорость восстановления, у нас всегда есть готовая актуальная копия и уменьшается объем передаваемых данных по сети. Также в iShape поддерживается мгновенное восстановление, так называемая функция Instant Recover. Это позволяет подключить данные непосредственно из хранилища SRK, используя их виртуальную копию, без необходимости полной передачи данных на целевую систему. Это также позволяет значительно повысить скорость восстановления. Резервное копирование NAS зачастую является проблемой, если на NAS хранится очень большое количество маленьких файлов. AnyBackup способен агрегировать маленькие файлы в более большие и перемещать их по сети. Чтобы не копировать множество файлов по сети, используется их метаинформация. Эта технология также способствует уменьшить необходимое окно для резервного копирования данных. Также iShape поддерживает Kubernetes как основной компонент Cloud Native инфраструктуры. Используется автоматическое обнаружение, поддерживаются хранилища с CSI драйвером и без него. Без CSI поддерживаются хранилища Persistent Volume Claim на основе NFS. Поддерживается гранулярность на уровне кластера, неймспейса и ворклоуда. Kubernetes может быть как внутри периметра, так и за его пределами. Например, поставляться от облачных провайдеров. iShape и не бэкап имеют довольно широкий перечень совместимых платформ и их версии, которые он может резервировать. Это могут быть как различные базы данных, так и среды виртуализации, также и специфические, там, так называемые облачные платформы, как, например, OpenStack, так Red Hat Virtualization, Overt, Zvert. И также, как я говорил, платформы виртуализации, с которыми может интегрироваться. Базы данных также, безусловно, поддерживаются. Это и MySQL, и Oracle, и PostgreSQL, и Microsoft SQL Server. Также поддерживаются такие Big Data платформы, как Hadoop. Также есть поддержка SAP HANA в варианте исполнения как стендалон, так и в кластере. Также iShape и не бэкап поддерживают возможность складывать резервные копии на ленточные библиотеки. Здесь представлен перечень моделей, с которыми уже ранее была протестирована совместимость. Также следует отметить, что данный список является далеко не конечным. Он периодически пополняется, и в зависимости от того, какие новые модели появляются, и с какими новыми моделями ленточных библиотек, или другими моделями ленточных библиотек, приходится сталкиваться. Соответственно, мы проводим тестирование и пополняем вот этот перечень тех ленточных библиотек, на которые может iShape складывать резервные копии. iShape и не бэкап поддерживают мультитентный режим работы. Это довольно удобно, когда необходимо организовать систему резервного копирования для компании, имеющую иерархическую структуру, и необходимо для каждого подразделения выделять квоту ресурсов. Также в решении реализованной системы управления доступом на основе ролей, так называемый AirBug, предусмотрены следующие роли с привилегиями. Есть роль админ, он настраивает ресурсы и подключает платформы, которые необходимо резервировать. Есть роль security админ, он выполняет настройки безопасности, назначает права для управления ресурсами. Есть роль tenant, управляет группами ресурсов, филиалами. Также есть роль оператора, который выполняет повседневные задачи резервного копирования и восстановления ресурсов, тех ресурсов, которые были назначены на него пользователем security админ и настроен на подключение администратора. Также есть роль инспектора. Эта роль, независимо от других ролей, имеет доступ только на чтение, просматривает почти всю информацию на сервере резервного копирования, но не имеет прав на управление ею или ее изменения. Также Aishu имеет API, описанный с помощью Swagger, для интеграции с различными системами, кабинетами, которые есть у заказчика. Также есть возможность просматривать логи выполнения задачи резервного копирования. Есть различный уровень детализации, фильтрации. По логам можно настраивать эти фильтры и получать требуемую информацию. В Aishu и Aini Backup реализованы различные виды отчетов, которые можно просматривать как из веб-интерфейса, так и выгружать в форме документов. Имеется настраиваемая панель управления, на которой можно настроить отображение площадок резервного копирования и статуса выполнения задачи SRK для различных видов приложений. Aishu и Aini Backup может интегрироваться со службой каталогов Active Directory, а также по протоколу OAuth для задач аутентификации пользователей. Также можно настроить оповещения о важных событиях, информация о которых будет отправляться по SNMP. Есть возможность настройки уведомления об оповещениях по электронной почте. Также можно настроить резервное копирование собственной конфигурации. Здесь представлено такое краткое сравнение с Viam по части поддерживаемых платформ виртуализации. Здесь мы видим, что Aishu и Aini Backup имеют интеграцию с более широким списком платформ виртуализации и может поддерживать резервное копирование этих платформ, так и восстановление данных на них. Так, теперь перейдем к вариантам использования решения Aishu и Aini Backup в продуктиве. Есть следующий вариант внедрения, когда обеспечивается резервное копирование данных серверов, нагрузок облачных платформ для предотвращения потери и уничтожения данных. мы видим, что у нас есть площадка, на которой установлено решение Aishu и Aini Backup и подключено к различным видам приложений, баз данных, платформам виртуализации. Соответственно, реализовано резервное копирование этих данных и восстановление. То есть, скажем так, это вариант реализации системы резервного копирования на одном сайте. Следующий вариант, на нем представлено резервное копирование на площадках с репликацией данных между удаленными площадками. То есть, здесь у нас уже появляется второй сайт, куда у нас реплицируются данные с первой площадки. Соответственно, репликация в Aishu и Aini Backup может быть как однонаправленной, так и двунаправленной. И, соответственно, репликация может быть сразу на несколько площадок. Другой вариант внедрения – это когда реализовано резервное копирование данных из облачной площадки на локальную площадку с возможностью восстановления данных и обеспечения сохранности данных в облаке. То есть, здесь у нас уже появляется некий провайдер облачных ресурсов, с которого мы забираем резервные копии и также можем на них выполнять восстановление данных. Еще один сценарий – когда реализовано резервное копирование данных на блочные устройства с последующим архивированием данных на объектные хранилища, ленточные библиотеки или Blu-ray массивы для долговременного хранения данных и снижения совокупной стоимости их хранения. Что касается складывания данных на ленточной библиотеке, у нас поддерживается как прямое резервное копирование на ленты, так и промежуточное перемещение данных на ленты через некое хранилище. То есть, это может быть как локальное какое-то хранилище, когда у нас складываются резервные копии на него, а потом они уже перемещаются на ленточной библиотеке. Теперь перейдем к рассмотрению кейсов внедрения решения iShow. Как уже ранее говорилось, iShow имеет большое количество заказчиков не только в Китае, но и по всему миру. Среди них есть как те компании, которые входят в топ-500 по оценке Fortune, так и средние и малые предприятия. iShow и не бэкап охватывают компании из различных сфер. Среди них есть как компании из государственного сектора, так и финансовые организации, банки и финансовые структуры, так и компании из области образования и большие корпорации. На текущем слайде у нас представлен кейс внедрения в Банк Сингапура, где удалось реализовать схему резервного копирования инфраструктуры VDI и взаимной репликации резервных копий между площадками. Следующий кейс внедрения – СПД Банк. Путем внедрения системы резервного копирования iShow и не бэкап удалось добиться снижения показателей РТО и повысить производительность резервного копирования. Еще один кейс внедрения – департамент образования GENC-C. В нем была реализована централизованная система резервного копирования, которая в будущем уже позволит обеспечить резервным копированием более 400 виртуальных машин. Также есть крупный кейс внедрения в Россию. В нем реализована система управления резервным копированием гиперконвергентной платформы Huawei Fusion Cube, расположенной в двух центрах обработки данных, с использованием централизованной системы управления iShow и не бэкап мастер-сервер. Это отдельное решение, которое позволяет объединять сайты резервного копирования, где установлено решение iShow и не бэкап, и просматривать централизованную статистику, собирать логи, а также осуществлять доступ в интересующую и требуемую площадку для просмотра более детальных настроек или изменения каких-то параметров резервного копирования. Теперь поговорим о лицензировании iShow и не бэкап. Продукт имеет две версии. Enterprise с более расширенным функционалом и Express с более упрощенным. В модели лицензирования предусмотрено два типа лицензий. Это постоянная лицензия и временная подписка. Подсчет лицензии производится по количеству сырых данных, которые необходимо зарезервировать для модели постоянной лицензии, либо по объему резервных копий, которые уже после процесса компрессии и дедупликации занимают определенное пространство на сервере SRK или подключенных к нему хранилищ. Подписка рассчитывается по объему резервных копий и может быть рассчитана на один, два, три года, сколько требуется, столько может быть рассчитано. В модели лицензирования по постоянным лицензиям предусмотрены также отдельно модули, которые следует отдельно добавлять. Это модули, например, LAN-free backup, модули работы с ленточными библиотеками, подключение таких операционных систем из семейства Unix, такие как Aix, HPUX, Solaris. Такие системы лицензируются отдельно. Агенты для Windows и Linux систем уже включены как в постоянную модель лицензирования, так и в подписку. Это в целом все по лицензированию. Теперь подведем такой короткий итог, что из себя представляет решение Aix.in.bq. Оно является комплексным решением, имеет широкую совместимость с операционными системами, платформами виртуализации, базами данных и облачными средами. Также предоставляет уровень сервиса, который необходим корпоративным клиентам, обеспечивая высокий уровень оперативности в восстановлении данных. Теперь перейдем к следующей части. Демонстрация функционала файлового резервного копирования операционной системы Astralinux. Сейчас я завершу демонстрацию и подготовлю демонстрацию демонстенда. Пока Дмитрий подключает демо-стенд, коротенький анонс наших следующих мероприятий. 27 сентября будет вебинар по коммуникационной платформе RocketChat. Ссылочки есть в чате на регистрацию. Подключайтесь, сможете получить запись, посмотреть в удобное время. И 11 октября будет вебинар по open-source платформе Nextcloud Enterprise. Также подключайтесь, приходите, регистрируйтесь на будущие вебинары. Дим, подключаешь? Да, так, секунду, сейчас покажу. Так, скажите, введен веб-интерфейс Айшу, да? Да, есть. Итак, мы подключились к веб-интерфейсу системы SRK Айшу. Видим на данный момент сводную информацию на дашборде по подключенным клиентам и по занятым ресурсам и так далее. То есть такая сводная информация. У нас есть такой раздел, где мы можем посмотреть, какие агенты у нас подключены. То есть здесь мы видим, у нас подключены три агента. То есть один из них является агентом, который установлен на операционную систему Astralinux. Он, собственно, вот второй из списка. Так, теперь переходим в консоли нашей операционной системы Astralinux. Смотрим, да, что у нас вот он, IP-адрес этой операционной системы. И здесь у нас IP-адрес также совпадает. То есть это та система, на которую мы подключили агент. Так, теперь проверим версию Astralinux. Мы видим, что версия операционной системы, на которую мы установили агент, является 1.7.3. Так, теперь у нас есть созданная папка. Собственно, мы в директории этой папки находимся. Эта папка называется Recovered. Сюда мы будем восстанавливать данные при выполнении файлового бэкапа. Вот, эта директория нам еще пригодится, когда мы будем указывать destination, куда мы будем восстанавливать данные. Так, пока нам консоль не нужна, вот, переходим уже непосредственно к задаче резервного копирования и восстановления данных в Astralinux. Для этого переходим в раздел Data Backup. Так, и переходим в раздел Data Level Backup. Выбираем нашу систему, и тут нам предлагается выбрать вариант, ну, тут названо общим названием, что выберите приложение для защиты. То есть, как бы, здесь подразумевается защита не только баз данных, но и, например, там файловый бэкап или там резервное копирование на уровне томов. Вот, мы выбираем файловый бэкап и движемся дальше. Так, здесь можно воспользоваться фильтрами, либо можем вручную раскрыть директории операционной системы и выбрать, что мы будем резервировать. Например, перейдем в директорию var, log и, например, зарезервируем логи авторизации на операционную систему. Мы выбрали, что мы планируем резервировать, переходим дальше. Так, теперь необходимо выбрать место, куда мы будем складывать резервные копии. Это может быть как локальный диск на сервере, так называемый в терминологии ISHOW, OFS, TOM. Есть возможность использовать объектное хранилище, куда мы будем складывать копии, либо выбрать подключенную ленточную библиотеку, куда также можно положить данные. Мы выберем OFS Volume, и здесь у нас предлагаются различные настройки. В принципе, так как у нас объем данных небольшой, я не буду тут использовать опции Data Compression, Data Deduplication. Я просто коротко по ним пройдусь. То есть есть опция Incremental Foreo Backup, как уже говорилось в презентации, когда мы делаем полную копию один раз, и далее мы забираем только Delta данных с целевой системы. Есть возможность Land Free Backup, когда у нас данные передаются по SunCity. Следующая опция у нас отвечает за ротацию резервных копий. Другая опция отвечает за шифрование передаваемых данных. Далее у нас идет компрессия данных, дедупликация, расширенные настройки дедупликации, проверка целостности данных, ограничение по полосе пропускания, настройка каналов, в которых у нас будет осуществляться резервное копирование, точнее потоков, выполнение каких-то созданных скриптов, например, до резервного копирования, после резервного копирования, и в случае, например, если резервное копирование у нас завершилось неудачно. Количество попыток повторно запустить резервное копирование, агрегирование данных, о котором я говорил в презентации, то есть если у нас имеется большой массив мелких файлов, и нам необходимо их объединить для того, чтобы повысить эффективность и скорость резервного копирования. И также можем назначить пароль на резервную копию, чтобы ограничить доступ к ней, и, соответственно, те люди, которые будут знать пароль, смогут ей воспользоваться, например, восстановить ее или что-то с ней сделать, там, например, даже очистить старые необходимые копии с системы, но только при вводе соответствующего пароля, который они знают. Так, мы переходим к следующему шагу. Здесь нам предлагается указать имя задачи резервного копирования, так, сейчас мы его укажем. Также мы можем создать какие-то примечания, комментарии, которые необходимы, или помогут, например, другим администраторам и пользователям системы понять, с чем была связана задача резервного копирования, или передать какую-то важную информацию в комментариях к этой задаче. Так, теперь нажимаем «Финиш» и ставим галочку «Запустить задачу резервного копирования» после ее создания. Так, нажимаем «Окей». Так как объем передаваемых файлов очень маленький, соответственно, мы даже практически не заметим тот момент, когда задача переместилась в раздел «Мониторинга», то есть когда можно наблюдать прогресс ее выполнения. мы уже сразу переходим в «Хистори». Так, смотрим, у нас есть какая-то ошибка. Посмотрим детали. Так, хорошо. Попробуем тогда восстановиться уже из существующего бэкапа. Так, у нас есть другие задачи, которые мы проводили. Здесь мы указываем параметр, который позволяет нам не восстанавливать дочерние территории, а восстановить уже непосредственно сам файл. Ну, если необходимо, можем восстановить конкретно и дочерние директории. Так, выбираем клиент, который будет использован для восстановления. То есть у нас вот тот клиент, который мы использовали при резервном копировании, помечен как оригинал. То есть мы выберем тоже клиент, тоже операционной системы. Так, и, соответственно, выберем директорию, куда будем восстанавливать данные. Да, ну, это вот та директория Recovered. Так, и здесь нам предлагается настроить параметры перезаписи файлов. Если у нас, допустим, имеются такие файлы уже в этой директории. Также есть опция выполнения скриптов, передачи данных по сан-сети и настройка потоков, в которой будет выполняться восстановление данных. Здесь вводим ЕС, то есть он предупреждает о том, что, система предупреждает о том, что данные могут быть перезаписаны, и, соответственно, нам необходимо согласиться с этим. Так, мы видим, что задача у нас, задача восстановления завершилась успешно. Так, теперь переходим в консоль, в ту директорию, так, и посмотрим, восстановился ли у нас файлик. файлик восстановился, но так как данная задача выполнялась вчера, соответственно, у нас будут данные по авторизации за вчерашний день. Так, ну, соответственно, мы видим, что у нас данные восстановились, и мы вот прочитали последние несколько строк из этого файла, вот, и видим, что восстановился не только сам файл, но и данные на нем. Вот, собственно, таким образом выглядит резервное копирование и восстановление данных на платформу Astra Linux. в целом так можно выполнять файлы бэкап и восстановление требуемых файлов на операционной системе. Можно выполнять резервное копирование с целевой системы, а восстанавливать уже непосредственно на другую, например. Или вдруг, если у нас, например, были задачи бэкапа с целевой системой, вот, но у нас целевая система там сломалась или что-то с ней произошло, и мы можем восстановить данные уже на другую операционную систему. Для этого нам необходимо установить туда агент, вот, и мы можем выбрать требуемые файлы и также выполнить восстановление. Так, в целом у меня все по демонстрации. Можем пройти по вопросам ответа. Спасибо.